Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноза криптовалютного рынка на 18 сентября. Сегодня небольшой короткий обзор, так как у нас рынок до сих пор пока что находится во флете и каких-то сильных движений, по крайней мере, на данный момент не наблюдается, поэтому кратко пробежимся по рынку. Несколько новых торговых идей, посмотрим, что произошло со старыми и, в общем-то, на этом закончим. Итак, биткоин-доминация. Записываю днем, солнце прямо в глаза. Биткоин-доминация 42,2%. Что касается других монет, каких других, биткоина, он подрос после того, как ложно выбил отметку 47 тысяч, сейчас вырос, торгуется по 48 600 и посмотрим, что с ним можно придумать. Мы видим, что есть монеты, которые неплохо подрастают, но в основном это монеты, которые накануне теряли также больше. Давайте сразу переходить к BTC, посмотрим, что у нас здесь. Ну, тут ничего нового абсолютно. Как я вам уже и говорил, здесь мы ловим ложные пробои снизу, стараемся залонговать, ловим ложные пробои сверху, пытаемся зашортить. Если говорить про ложный пробой вниз, то тут лонг бы удался очень даже неплохо. Если говорить про текущую ситуацию и про возможности шорта, лично я бы здесь открыл такую шорт-позицию. Мне она кажется интересной, но я вот для себя решил, что с 2020 года с какого-то момента я там сигнал в шорт уже не даю или даю очень редко, потому что шорт-позиция это позиции маржинальные и не все зрители понимают, каким образом с ними можно правильно работать. Даже не как их физически открыть, а каким образом потом впоследствии с этими позициями расправляться, что это, в принципе, такая же позиция, как лонг. Она тоже требует определенных стоп-лоссов, она требует определенных целей. И здесь нельзя, так как если вы не выставили стоп, у вас там шорт не удался, и впоследствии вы можете там это все дело пересидеть. Нет, здесь пересиживать нельзя, шорт-позиция это позиция конкретная. Ну, лонг тоже конкретная, но многим она сходит с рук, не выставление стоп-лоссов, за счет того, что рынок там впоследствии все равно вырастает. Так вот, шорт-позиции так нельзя, то есть у вас конкретные стоп-лоссы, конкретные прибыли, и соотношение прибыли-риска всегда должно соблюдаться. Кроме того, вот в случае конкретно с этой сделкой, здесь еще и нужно ее грамотно правильно сопроводить. Но, тем не менее, я бы здесь открывался. Мне нравится, что цена после убивания вот этого останавливается. Она может продолжить движение, но за счет того, что мы открываем шорт-позицию, здесь можно выставить очень небольшой стоп, я думаю, где-то долларов 400. При этом до нижней границы здесь идти где-то 1200-1300, там с промежуточными целями, и это дает нам соотношение прибыли-риска очень хорошее, там примерно 5 к 1 не будет, но 3,5-4 к 1 здесь вполне допускается. Поэтому тут мне такой шорт нравится, и за счет стопа в 400 здесь, я думаю, если мы уже видим такой рост, то это просто своевременный выход, и впоследствии мы просто спокойно уже наблюдаем, как там цена дальше разрабатывается. И, скорее всего, при пробитии 48900, это уже не будет ложным пробоем, это уже скорее будет истинным движением, и там ход на 49500, там 52 тысячи, и смысла в этой сделке оставаться уже никакого нет. Что касается меня, здесь по лонг-позиции, значит, у меня, ну, только инвестиционная часть, а по, как бы, такие локальные идеи я стараюсь подцепить на монетах других, на альтах, и сейчас мы их как раз-таки рассмотрим. Итак, EOS, в общем-то, ну, здесь просто триумфальная сделка, я так считаю, значит, падает ровно до точек входа, ну, до первой точки входа, полпозиции открывается, впоследствии первый тейк сбивает, потом снова у нас движение вниз, сейчас снова попытка продвижения наверх, тут, в принципе, ну, 5 долларов 60 центов, это будет финальная цель. Для меня, не знаю, не хочется мне здесь лишнего пересиживать в сделке, я смотрю, вот, что здесь начинает образовываться, какой-то восходящий канал, но, вот, мы видим, что пока что, даже никак как-то его не примерить, ну, примерно вот так, наверное, он будет выглядеть, и получается, следующая остановка у нас, это как раз где-то 5.50-5.60, то есть, на убивание вот этого вот максимума, и потом опять очень сильная коррекция, и поэтому такую вторую коррекцию здесь ловить бы не хотелось, и поэтому выходить пораньше. Поэтому тут идея, она закончится на 5.60, а по поводу стопа, я думаю, что его можно перенести уже на 5.10-5.20, и на эту сделку забить. Свои, ну, сколько там, процентов 8 она принесла, с учетом текущей волатильности рынка, это, в принципе, является неплохим вариантом. По поводу эфира, мне тоже он чем-то сейчас нравится, он выглядит привлекательнее немного, чем биткоин. Прежде всего, мы видим, что минимумы до сих пор формируются последовательно восходящие, это, во-первых, во-вторых, мы здесь видим, что цена сейчас находится не вблизи своих максимумов, то есть, еще есть куда подрастать даже до них. Это процентов, наверное, 5. Абсолютно точно. Здесь есть процентов 5 еще до вот этих вот максимумов локальных, а с учетом того, что здесь формация уже начинает быть такой разворотной, видите, и вот этот вот минимум, он сформировался у нас выше предыдущего, здесь мы можем рассчитывать, в том числе, и на возвращение к отметкам около 4 тысяч, тогда как BTC, он сейчас находится, ну, если брать график эфира, он находится примерно вот здесь. Поэтому эфир здесь еще выглядит немного перепроданным локально, и я бы даже сказал, что по нему лонг выглядит поинтереснее, если такой среднесрочный, нежели чем по BTC. Вот, значит, дальше, чуть подробнее сегодня рассмотрим Tron. Tron сначала QSDT. Здесь Tron уже отыграл вот это вот резкое снижение. Здесь мы видим, что очень сильный покупатель был, который впоследствии протащил цену очень неплохо, и сейчас идет новая такая вот, видите, новый этап коррекции. Вот он, с 12 до 10, мне кажется, он еще немного пройдет, а потом впоследствии можно нам ожидать еще какого-то нового импульса. Эта цена будет 0.096, и отсюда я бы, наверное, присматривал какие-то покупки, возможно, даже рынок плюс добавление. Потому что, например, тот же Tron по отношению к BTC, он сейчас уже тоже близок к уровню, который был ранее пробит, и от него может начаться у нас уже как раз-таки восходящее движение. То есть или с этого уровня, или, возможно, пройдет чуть-чуть поглубже, и уже начнет движение с уровня поддержки более сильного 187. И несмотря на то, что это еще там 10-15% снижения, я бы сказал, что это вполне реально, и как раз-таки потенциально совпадет вот с этим вот уровнем. Поэтому на Tron я бы присмотрелся. Что касается целей, тут у нас... Ну, какие-то такие сиплые не хочется брать, конечно, и даже вот уровень, который я обозначил, он не очень сильный. Я бы, наверное, смотрел прежде всего на 15 центов, и, возможно, повторение максимума, центов 17. Здесь у нас как-то вот так. Ну, и с учетом точек входа, возможно, даже добавление по 81, если мы увидим более сильное движение. Но здесь формирует неплохое соотношение прибыли. Я бы сказал, очень хорошее соотношение прибыли к рискам. Здесь можно риски выставить центов на 7, возможно, на 6,5. И за счет вот такого вот набора рынок 96,81 взять и попробовать проехаться. Так, ну и последнее почти. Это кейк. По кейку здесь, к сожалению, ситуация неблагосклонная. Здесь у нас, несмотря на то, что изначально, опять же, цена решила, что она пойдет наверх, и вроде как все формировало хорошо. Однако, впоследствии, опять же, крупный игрок решил, что без моего стопа он позицию явно не соберет, и решил его тоже подзбить, и сейчас начинает постанавливаться. С учетом, однако, всего этого, кейк до сих пор выглядит очень неплохо, потому что сейчас формация такова, что у нас был уровень поддержки, уровень поддержки был сбит, потом здесь еще сформировалось бойное дно, потом восстановление. И рассчитывать можно здесь, я думаю, все равно на достижение ранней или поздней наших целей. Это 26 долларов, ну и в моменте там перебития уровня и доллара 24 в рамках цели. Поэтому по кейку мне все равно кажется, он до сих пор сильным, но проблема заключается в поиске точек входа, каковых здесь немного. Я бы сказал, что только 21.86, такой ретест, или рынок плюс добавление, а все остальное выглядит пока не очень привлекательно. Ну и последняя монета на сегодня уже точно это фил. По филу, значит, мы до этого брали пробой вот этой вот зоны, там взяли две цели, все здорово, он уже даже почти меня расстроил и пошел значительно выше, но впоследствии мы видели очень сильное падение и падение до сильной поддержки, как по мне. И покупательская способность здесь отслеживается. Более того, здесь он практически никакого движения еще пока не рисовал после такого сильного падения. И я думаю, что 85 плюс добавление по 75 с вот этими промежуточными целями 92.106 и локально достигнутый максимум здесь выглядит очень даже неплохо. Поэтому по филу я бы присмотрелся. Мне кажется, что вот эта вот коррекция и покупки, которые здесь есть, они могут потенциально говорить нам о том, что движение мы по нему увидим и восстановление до ранее достигнутых котировок. Вот и все. В принципе, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что вы не готовы потерять, а также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Все торговые решения принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok